Теперь, контакт с хорошими людьми. Вот это то, что сейчас происходит. Мне жена говорит, ты, говорит, такой скромный у меня. Вот контакт с хорошими людьми. Контакт с хорошими людьми, это вы друг с другом контактируете. А я как дирижер. На самом деле вы все и есть хорошие люди, потому что плохие люди столько не будут 3 часа слушать о том, как правильно жить. Это нереально просто. Вот представьте, какая энергетика сейчас в этом зале. Вы чувствуете или нет? Как хорошая энергия, как хорошо здесь жить. Вот столько людей хороших собралось. И давайте все скажем вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, как классно? Столько людей хороших, такая энергия хорошая. Вот и заряжайтесь 3 часа. Потому что, это факт, потому что другой важный момент в жизни человека — это общение с добрыми людьми. Это тоже заряжает. Потому что, вот смотрите, тело не дает быть счастливым. Как это происходит? Это раздражительность, усталость, вялость, нет концентрации внимания, невозможно улыбаться, невозможно иметь хорошее настроение. Это все от тела идет, мои хорошие, не от характера. А вот что идет от характера? Где там загвоздка? А от характера вот что идет. Нет работы, нет жены, нет друзей, нет хорошего положения в обществе. Вот это означает нехватка энергии взаимодействия с людьми. У меня не хватает доброго взаимодействия с людьми. Чем больше это доброе взаимодействие с людьми, тем сильнее возможности человека в социальном жизни. Потому что взаимодействие с людьми через природу идет энергия Бога. Вот эта чистота природы, красота природы — это энергия Бога, предназначена для нашего здоровья. Чтобы мы могли радостно жить. Теперь есть еще другая энергия Бога, которая идет через людей, надо учиться любить людей. Вот девушка жила с мужем и не узнала его за столько лет. В результате ему пришлось других теток себе искать. Это все неосознанно происходит. Не то, что он к этому стремился, так получилось. Видите, почему мы не узнаем друг друга? Потому что у нас нет веры в людей, нет глубокой любви. И мы как бы в себя верим очень сильно. Надо верить в людей учиться. Это тоже… А я верю в людей. Ну насколько ты веришь? Посмотри на свою жизнь. Какое у тебя положение в обществе? Насколько у тебя крепкий брак? Насколько у тебя нормальная, сильная работа? Вот настолько ты веришь в людей. Вера в людей означает сила. Сильная позиция у человека должна быть в жизни очень. Это значит сильная вера в людей. Потому что когда человек сильно верит в людей, он становится очень влиятельным. У него огромная сила внутри этого человека заложена, сильная, большая сила заложена. Вот какой пример можно принести, допустим, Анна Герман? ПЕСНЯ У кого мурашки пошли по телу, поднимите? Представьте, какая сила у человека. Это любовь к людям. Она очень сильно любит людей. Поэтому она так поёт. Поэтому я её весь мир узнал. Понимаете? Вот это и есть то, о чём я сейчас говорю. Это означает видеть Бога в людях. Видеть Бога в людях. Бог действует через людей. Так же. И когда человек видит Бога в людях, тогда он становится очень сильным во всём. Когда студент видит Бога в преподавателях, он верит преподавателям, они не могут ему поставить плохую оценку. Они пытаются, чтобы он как бы... Пытаются сделать так, чтобы он понял, как отвечать правильно. Помогают ему. А если человек вышел, и он не верит в преподаватель, он только в себя верит, они его наоборот валят. Пытаются ему ниже отметить. Они неосознанно это делают. Или, допустим, девушка видит парня, как бы вроде бы так он не сильно ей нравится, но он такой искренний человек. Он верит в девушку, в это он. Глаза у него такие искренние, как бы она думает, может быть попробовать с ним пообщаться, может понравиться. У него больше возможностей у такого человека. Ну то есть, когда человек верит в людей, это очень сильно облегчает жизнь. Со всеми можно решить вопросы. Ты видишь любого человека, чувствуешь его. Тебе понятно, что он хочет. Судьба через него может по-злому начать действовать, а ты не даёшь ей так действовать. Ты видишь, что у него есть хорошее, доброе начало. Поэтому очень важно развивать в себе этот тип веры. Это не означает религия, это не религия. Верить в природу — это не религия. Верить в людей — не религия. Это широкое сознание. Широкое понимание, что такое жизнь. Что у нас такое? Это что такое? Можно это убрать. Это очень важно понять. Вот эти все вещи. И когда человек чувствует, что у него социальная слабость, он нет мужа, нет жены, нет работы, нет нормального положения в обществе, много работы и мало денег платит. Это означает, что ты не любишь людей. Учись любить. Как их любить? Через практику. Учись дружить, учись общаться, выполнять свои обязательства, учись заботиться. Спасибо большое. Учись заботиться, учись делать всё, чтобы люди были счастливы вокруг тебя. Если ты чувствуешь, что кто-то несчастен, раскаясь, попроси прощения, исправься. Даже если ты не виноват. Потому что никогда не кажется, что ты виноват. Просто делай это и всё. Несмотря ни на что. Такая позиция внутренних отношений к людям. И тогда от них пойдёт волна. Какая-то волна. Они позаботятся о тебе. Они найдут тебе мужа или жену. Чаще всего мужа или жену кто-то находит. Знаете об этом? Чаще всего кто-то знакомит, находит. Не то, что сам человек нашёл. Чаще всего люди помогают. Работу тоже чаще всего кто-то находит. Вернее, это быстрее всего и легче так. Понимаете? И положение в обществе меняется за счёт людей тоже. Они тебе говорят, ну давай я тебя туда познакомлю. Ты хороший человек. Вот. И так далее. Всё это за счёт людей происходит. Да даже просто если ты приходишь устраиваться на работу. Люди же там тоже люди. И они могут тебе или работника, или человека увидеть. Если они тебя человека увидят, другое отношение совсем. Это более сильная позиция. Понимаете? Это значит, ты любишь Бога через людей. И Бог тоже к тебе как к человеку везде относится. Они как к пешке, которая куда-то тут двигается. Замуж подвинулась. Там ещё куда-то на работу подвинулась. Бог тебе показывает тебя, что ты человек всем. А не пешка какая-то, которая куда-то что-то двигается. Нужно эту силу вырабатывать в себе. Это сильная позиция, понимаете, в жизни. И эта сила даёт здоровье в социальной жизни. Человек не сильно напрягается в том, чтобы иметь семью, иметь работу. Ему не надо силы твои тратить. Думать об этом печалится постоянно. Потому что это не вопрос вашей печали, а вопрос вашей веры. Если ты веришь в Бога через людей, то тогда очень сильное притяжение у людей всех, мурашки от тебя будут возникать, как от Анны Герман. Потому что она видела Бога в людях, понимаете. Иначе как так петь? Иначе это невозможно. Надо чувствовать людей, для них это делать. Вот это только так делается. Поехали! Спасибо.